Отлично. Записи не было. Всем добрый вечер. Играем в волжские гамбиты, если нам дадут, конечно. Просто в волжском гамбите периодически случается такая беда, что мы не выходим из дебюта. Да, попадаем в подготовку. Ну что ж, F3. Тут у меня есть какая-то идея, попробую её собирать. Если на G7, я на E5 просто хочу... Ну, Виталий такое ощущение, что готов, или он просто играет по аналогии с вариантом D6. Но, на самом деле, чёрный тут другая идея, чёрные хотят E6 провести. Точнее, только половина из чёрной команды, другая половина, не знаю, что хочет. Я согласен совсем. Кроме группу Зевков. Понятно. Потом и буду. Страховывать. Нас всё равно обыграют. Хоть ты согласен, хоть нет. Не, мы поборемся. Олег смотрит партию, ведь с опозданием в 3 секунды. Это наше преимущество. Или наоборот. Или наоборот. Ну да, ED. На какой-нибудь D5 на B7 такая идея. Не знаю, а ED всё-таки сыграл виталий. Ход такой выглядит не очень очевидным. Что делаем? Ну, в лазере 8 можно? Или... 8 банально. Можно развиваться. Ну да. Так, ну а как можно? Как не помочь, да? Ну, D6. Сейчас, погоди. Может быть... Хочется сразу как-то ковырнуть. Наградать. Если мне не начинается ходить еды, мне кажется, что ещё одно что-то должно быть. Попробуем, попробуем так. Да, может быть, на что-нибудь спровоцируем. Ну, спровоцируется на G3, мне кажется. Не хочется фритонаж 4 пускать. Да, G3. Е8. Салон Е2. И вот тут надо что-то придумать. Виталий размышляет над ходом короля С2, видимо. Может быть, не стоило подгонять, кстати. Ход, наверное, сильнее, чем я уже сначала подумал. Ну, а по Слону D4 это не мешает ничему. Слону D4, наверное, сразу так крикать нет. Или Слону D4 поставить. Я жду, пока Слону D4 идет, и мы сыграем Слону D4, да. Да, да, я так подумал. Ну, у черных есть определенная компенсация, а у белых есть определенная лишняя пешка. Ну, позиция черных, мне кажется, перспективней. Потому что у белых конь на 3 не уделал. У белых перспективнее международного звания. Не смущает. Я надеюсь на то, что Олег какой-нибудь неправильный совет подскажет. О, какой провокационный ход, она еды и ударит мне. Да. А хочется. Хочется. Хочется и колется. Так. Надо проверять, слушай, времени много. Это же не обычные эти компенсации. Ты считаешь, не, не надо. Ну, мне кажется, это жертва никогда, как бы. Ее можно успеть и следующим ходом сделать, а предварительно сделать какой-нибудь развивающий ход. А какой? Да. Какой D7? Ну, например. Может, АБ сыграть? Проверить, как он будет. Да можно, АБ просто. Потому что на Е3 можно всегда успеть накинуть. А вот чтобы там слона вывести, у белопольного. Может, не стоило, конечно, его поняток активизировать слишком быстро. С другой стороны, теперь у нас нет проблем, ферзерфланг определили. Правда, жертвы теперь никогда нет. Это другой вопрос. Потому что мы за слону до 4 хода не будем. Да. Точно. Может быть, не стоило спешить. Хотя... Так. У коня 6 есть ход, есть ход слона 6 есть ход. У них еще ход есть, наверное. Мы можем коням на Б4 привести, и его тут сразу выгонят. Да, ну как-то подразвиться-то надо. Ну надо. Ну, слону 7, например. Или коня 6. А, давай, коня 6, поймите. Просто белые довольно близки уже. Уже постепенно становятся близки к завершению развития. Ну, можно как-нибудь в перспективе там слона на F5 поставить, и коня на C2 привести. Жертва... Надо была проверять эту жертву. Ну ладно. Ферзь D2. Ферзь D2. Он на 6 хочет? Или на 5? Трудно сказать. Просто пока подкрепляет, усиливает... А, могу я ладью подвести на ядер. Так, так, так. Ну, можем... Можем сказать, ладья Б8 просто, потом конь С7. Я думал конь Б4, потому что в этом случае уже... Понимаешь, в этом случае уже А3 было без угрозы. Чтобы конь не висел сразу. Но я не смог никакого практического обоснования нормального придумать все равно. К тому ходу. Хотя хотелось так сыграть. А кладь Б8 мне конь за тем, потому что все-таки на конь слон Д3 и конь Б4 еще рассматривается пока. То есть полностью этот ход не отметаем. А4 ожидалось. Играем конь С7? Давай. Играем конь С7. Белый, потому что белый, наверное, не будет реагировать. Играет ладья Е1. Хотя там надо уже следить за тактикой, конечно, всякой. Фигура чуть-чуть подвешена в состоянии. Может быть, А4 сыграет Виталий. Точнее, не Виталия. Дуэт. Нет, все-таки ладья Е1. Все-таки ладья Е1. Странно. Пусть встанет. К ним не могу сказать, что там конь хорошо стоит вообще-то. Старит, конечно, но ничего замечательного в нем там нет. Все становится подозрительно мало времени, да? Ладно, ускоряемся. А, Ж4? Ой, это разряд такой ускорился. А не, Ж4 мало. А не Ж4, Слонжи5 выигрывает. А, Слонжи5? Ждем. Ждем. Он, Слонжи5. Может быть... Слонжи5 сейчас Б2? Володей выигрывает. А, извиняюсь, все вижу. Ну ладно, надо бить. Пусть встанет. Ну, мы сделаем вид, что так и было задумано. Обычно подобные действия, они слабо помогают, не знаю, честно. Да, вот И1 просто самая грамотная. И тут я не вижу ни намека на защиту. Есть идеи? Ну, идеи нет. Надо делать единственные ходы, значит. Да, да, да. Закрылась на 8 и конь Ж7. Да. Довольно уныло выглядит признаться. Ну, Ж4, наверное, пойдет. Ж4, да. Ну, да. Ну, Слонжи5 так. Ну, тебе Ж4, значит. Хотя, тут теперь уже Ферзь Д7, да? Да. Конь Д6, наверное, задумал, да? Ну, кто-то по времени. Ладно, ладно, хотя бы какие-то, да, какие-то практические трюки тут начинают. Где Д8 какой-то ход? Не, мне кажется, что там Ферзьи2 чуть-чуть подобие сыграет. Ферзь Д8 сыграет. А, может быть, да. В синий. Сыграно. Мне кажется, Олег уговаривал все два сайта. Не думаю, думаю, что... Просто Виталий не видел сразу этого хода. Ладно. Ну, не сдаемся пока, да? Ну, конечно. Надо до последнего. Все-таки, давай. Слонжи5 как-нибудь. Пытаться выкрутить. Хорошо. Ладно, бьемся до последнего. Это вообще в качестве обучающего видео, наверное, будет выглядеть немножко странно. Не знаю, может, с ЛД7, ЛД8. Но такое ощущение, что Виталий просто ждет сдачи от нас. И он недоумевает, что происходит. Не уважает молодежь. Да, король, к сожалению. Бегает. Заскрывается всем, чем можно. Ой, фигзят, что-то землю. Ладно, просто бьем и надеемся, что что-то с королем придумается. У нас 6 грамотных, ладно. Мы тоже будем делать вид, что мы грамотные шахматисты. Времени очень мало. Ну, версии 3 пойдет, мне кажется. А, люди, сломни 3. Двухсекундное добавление, конечно, полагает, но времени относительно мало еще. Все-таки. Что делаем, что делаем. Слонжи3, версии 3 будет. Да, слонжи5 получше. Поплотнее. Ой. Ну, все равно, надо оставить. Плотность сомнительная, это да. Ну, ладно, да. Виталий все-таки справился с управлением, сдаемся. Да. 1-0. Мы пытались выходить до самого конца, но не удалось. В этом же видео, Артем. Конечно. Кирилл там же, да. Мне Кирилл тоже не кирилл называют. Кирилл на языке, да. Вот приеду, я к нему в гости, он меня тоже будет так называть. Чувствую. Ой. Все повисло опять. Как им написать? Они приняли уже. Ну, не приняли уже. Это нет, это наш вызов. Поехали. Конь f3? Да. Против кого угодно. Хорошо. Мы обязаны просто выиграть. Сравнять счет. Он же 2. Да. Вообще, позиция выглядела перспективно, но я просто не разобрался с динамикой. Ну, да, как-то в один ход порушили фигурку. Надо было где и ты играть, и будь что будет. Надо было для зрителей. Да. В следующий раз так и сделаем. Да. Это теория, если честно. Я, по-моему, ее даже видел, когда ты готовился в красе. Проверим, сон G4 все-таки. Сон G4-то надо играть, но посмотрим на Виталия. Может быть, он дарит Олегу сделать ход. Это было хорошо. На самом деле, мне кажется, ты ее видел в той партии, которая недавно скидывала беседку на рубрику Олега. Там было сон G4, и конь С4, и слон Е2, конь Е5. А, может быть. Ферзь Д7, да, тоже немножко противный такой ход. Ну, почему-то ожидалось, я не знаю. Я бы, наверное, тоже сам бы таксировал. Просто, мне кажется, Виталий посоветовал Олегу, что после сон G4 там «глубокая» дебютная подготовка. Ладно, играем Б3. Пешки не хватает, но это типичная история для этого варианта. Ничего прям такого страшного в этом нет, на самом деле. Правда, в прошлой партии тоже прыжки не хватало, и мы тоже думали, что ничего страшного. А на деле оказалось... Да, ну не, мы там фигуру земной. Не дали нам ничего даже показать, кто мы такие. Не, там как-то, как-то позиции земной фигуры, там уже с показом того, кто мы такие, были большие проблемки. Так. Ну, разные ходы есть. Какое твое предложение, например, все-таки дуэт? Ну, побить на Е6 и на коньце 4. Отлично. Мое предложение было таким же. Надо проверять, конечно, коньце 4, БЦ, Ферзь Е2. Но что-то я сомневаюсь, что Виталий и Олег так сыграют. Да и объективно, мне кажется, что это не очень сильно. Слишком плохой ферзевый фланг будет. Вообще, надежда в том, что черный слегка недоразвит, и мы можем начать ковырять ферзевый фланг, пока черный... Вот, именно поэтому. Чуть-чуть там... Да, БЦ. Как бы его... Или мы можем сыграть пожестче, Д4 и Е4, так, в тело. Поддерживаю полностью. Или ладья Б1, очень заманчивый на самом деле, разный вариант. Давай Д4, а потом ладья Б1. Ладно, сейчас... Можно, я думаю. Я пытаюсь придумать, как... Все-таки выиграть. Но, ладно. Ладья Б1 тоже нравится. Сложно, слушай. Смейстеры они такие. Ладно, давай попроще. Это попроще или посложнее? Не, ладья Б1 попроще. Да, мне кажется... Ну, увидел ладью из-под диагонали. Напали на мишку. А один тоже могла пригодиться, младья. Ну, ладно. В основном, это БЛИЦ тут в всех тонкостях не разберешься. По времени, на что, целых 20 секунд, перевез. Правда, я заметил, что вот когда... Виталий может очень сильно просесть по времени, но вот когда у него уже 10 секунд, он начинает просто... клепать ходы. Очень быстро. То есть, как-то вот мы с ним недавно играли, я вроде получил выигранную позицию, больше времени, а потом он начал ускоряться, и в итоге... Да, ничего, ничего, партия закончилась. Да, фикс-Д7, это же читалось. Опять тут... Опять тут... Есть всякие возможности есть. Ну, хочется очень сдвоить спаление Б. Да, фикс-Б3. Будет сыграна Б6, видимо, такое немножко наглое. Потом фикс-А4. Владя-Ц8. Так, как раз я проверю. Владя-1. Ммм, интересно. Как интересно. Опять как-то... Ну, давай, давай, проверим хорошо, фикс-Б3. Просто очень хочется его так вот говырять, видите, для пешки. Ну, да, Д4, Е4 тоже был интересен. Ну, что, Фикс-А4? Или есть что-то сильнее? Какой еще? Да, может, есть что-то сильнее, я не вижу. ДЕЕ тоже не вижу. Ну, это вот, да, и вот как-то дальше. Владя-1? Где-нибудь интересный ход? Хотя, Владя-1 не хочется потяга на это составлять. Надо подумать. Так. Ну. Б4, Б5, может, есть какой-то такой план. Давай, Владя-1 пойдем. Это немножко глупо выглядит, потому что мы туда-сюда ладью мечемся, но... Может, конкретик? Это мое любимое оправдание. Когда я начинаю плохо играть в шахматы, я говорю, может, конкретик, и все вопросы с конца отпадают. Зюбнул в фирзя, ну, может, конкретик. Ну, черных, у белых здесь даже, если что-то пойдет не так, все равно остается волшская компенсация. Да, похоже на волшки за белых. Вот такой, привлекательный. Я считаю, что мы не должны проиграть сухую, это будет неправильно. Ты как думаешь? Сызранское дерби должно закончиться. С счетом, равным счетом, вне зависимости от количества партий, матчей, вида спорта. Согласен. Или даже не спорта, а какого-нибудь там альтернативного спорта, вроде литербола. Ну, вот, я... Сызранских шахматистов очень мало нужно только беречь. Не испугался Виталий хода D4. А мы так сыграем? Да, ну D4, D5 я хочу. Да, я хочу с вами в 4. А, ну тоже, да. Так, у нас в 5 я видел ход. Почему-то я не думал, что черный так сыграет, выглядит коровенько, но... Видимо, там крейтика. Так, тем времен, на D4 два боя уже. Да, ну D3 можно всегда пойти. Ну да. Надо ли сразу так делать? Ну это надо ли, да? Да. Не получилось нам... Вот, кстати. Вот это запрямоил. Интересно, интересно. Насколько это неприятно? А, теперь мне Виталий ковыряет наш центр. Виталий ковыряет наш центр, беда. Да, интересный ход. Вообще, меня вызывает там сомнения. Что-то должно быть, но... Можно просто слом-б2 пойти. Можно просто в D7 пойти, вот я не знаю, как лучше. Давай слом-б2 пойдем, хорошо. Дуэт. Да, очень интересная такая конкретная игра за черных. Не ожидал я. Ну, а Виталий уже все присчитал. Прям до мата? Даже не знаю, что мы здесь делаем. Не, ну я понимаю, Виталий оказался очень сильный ход. Действительно. Так, вот C5, неожиданный. Четкий. Тут, видимо, белые будут бороться за умомнения. А не черные. Ну, нас просто лома зато. Да, но мне очень понятно, что с ними делать в такой структуре. Ладно, Санна. Главное, владео освободить. Надо ускоряться, опять все дойдет до руки флага. По-видим. Проверю конька. Что, где Б3 хочу сыграть? Не знаю, хочу на самом деле нет, но... Делаю вид, что хочу. Ковыряют. Да. Как играть? Ну, вадится один можно. 35 посчитать. И не получается посчитать. Хорошо, 2 ладят с 1, времени нет. Глупый ход, Куниф 5 будет развед. Ну, повторяем. В смысле? Там же висит пешка. Да. Придется все изменить. Да, он должен быть стратегически выигран, а у черных. Хотя... Пешка на 5. Что у нас играть нельзя открыть пешку на 5. Тогда будет нормально. Ладно, намерем в Куни-Б3 пойти. Ну, Куни-Б3 это... Кояренько все выглядит. Усходит. Король, конечно, в центр пойдет сейчас. Надо бы, наверное... Ну, может, пытался коням выпить? Я пытаюсь, надо один пропойти. Да, ты волнорез, кстати, по с утра. Там будет... Не, ну там с конями твой наезд не такой простой. С конями-то да. Мы продолжим... Ну, на перспективу. Он сейчас будет без коней, да? Мы попытаемся удержать. Я просто считаю такую позицию с другой стороны, конечно, иметь. С переделой цвета, ну ладно. А, мы все видели, как ты умеешь. Ну, Виталий тоже очень грамотно надвигает пешечки. Даже несмотря на волнорез, тут еще вопросы есть. Ну, в смысле, объективно, с точки зрения оценки позиций вопросов нет. А вот с точки зрения этого удержимые вопросы есть очень серьезные. Не знаю, можно поговорить, как Виталий умеет играть в ладийном окончании. Давай, погнали. Просто сейчас он выкладывает нашу группу цифровых роликов в ладийном окончании. Вот мы сейчас узнаем, получится ли ему прийти к позиции. То, что он умеет играть в ладийном окончании, я думаю, все понимают. Да, это понятно. Нет, привести к каким-нибудь выверным позициям, которые он приводил в своем ролике. Хорошо. Пока выглядит как ничья, если честно. Пока не понятно, как вам проходно... А, да. Не понимаю, как проходно организовывать. Может, Кроль-Ж-3? А, нет, меняем, размен ладий. Ладя не там встал. Неприятно. Все, ну, черное сохраняет маленький привит. Даже в такой упростившейся позиции. Да, несмотря на то, что даже человеку ровнялась. Так. Незеваем мат. Мне не нравится, что такой ход надо делать. Позиция может быть тяжелой. Виталий пытается нас обмануть просто из последних... Гляди, 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 нет. А, да. Да. Да, пытался обмануть. Нет, я проверял этот перчат. Все нормально должно быть. То есть, на победу нельзя было поиграть. А, ну, в принципе. А что ж за него гомонды, это грозмейстер попался. Ладно. Да, еще я. Отскочили. Отскочили. По-другому и не скажешь. Продолжаем. Ну, какой все-таки, да, упорный-то. Сразу видно, что работа над ладейными окончаниями проделана. Я бы, наверное, так бы его не смог бы возить. То есть, 24-санат планетки-то я возил, конечно. Все, в следующей парте, если она состоится, то славянки не будет. А пока, я думаю, можно сделать, поставить видео на стоп. Всем спасибо, кто посмотрел. Такой вот новый формат. Возможно, когда-нибудь мы продолжим. Для вас старались с этой стороны баррикад. Артем Капустин, Никита Петров. А с другой, я думаю, они сами скажут, кто играли. Встретимся в следующем.